дамы и господа здравствуйте меня зовут антон флеров я куратор института театра и мы начинаем наш очередной выпуск института театра который ведет со мной как всегда андрей паршиков куратор фонда виси привет андрей и нашим сегодняшним гостем стал сергей капков которому мы предложили обсудить сюжет который как мы предполагаем сейчас станет вдвойне и втройне в десятерне актуальным учитывая сокращение финансирования на культуру как можно оценивать эффективность культурных проектов и в общем наверное мы с этого и начнем я задам сергей свой главный и принципиальный вопрос какие основные принципы подходы оценки эффективности культурных проектов или культурных институций в современном обществе современном мире понятно что нас в первую очередь интересует россия но я думаю что сергей сможет прокомментировать в чем россия отличается сись сегодня от других стран других других контекстов да давайте тогда попробую сформулировать на самом деле основной показатель критерии оценки эффективности культурного проекта это интерес вот ну давайте попробую простым изгою интерес публики то есть соответственно если вы выполнили задачу у вас полные залы или наоборот большое количество посетителей большое количество людей через интернет интересующихся вашим проектом это первая задача второе вот ну по крайней мере всегда мы так оцениваем проектов которым помогаем или на прошлой работе в департаменте культуры модель финансирования интерес средств массовой информации и социальных сетей обсуждают не обсуждают четвертый третий проект третий пункт это интерес давайте театральные критики культурной пишут ли спорят ли обсуждают уже люди из профессиональной журналистики из профессионального сообщества ну и уже когда мы делали длинные проекты если брать театральные или выставочные это гастрольная деятельность приглашают тот или иной спектакль той или иной выставки в регион и вот это было основных четыре принципа когда вы если мы говорим о государственных деньгах или же если это частный ну меценатский проект когда выделяются деньги или спонсорские не требующие назад отдачи то здесь основная критерий это интерес зрителей пошли люди почувствовали купили билет пришли оценили ли есть ли какие-то критерии которые позволят оценивать экономическую эффективность от культурных проектов должны ли мы по-прежнему считать что культура это сугубо затратная отрасль или культурное производство может производить ценность экономическую социальную антон понимаете как это тогда тоже надо разделять смотря чьи деньги государство так как должно вкладывать в людей в проекты в развитие каких-то проектов тоже иногда неудачный проект он тоже двигает саму отрасль вперед понимаете то здесь надо рассматривать и понимать что возможно эти потери или их нельзя даже назвать потерями просто инвестиции в людей вряд ли вы когда идете в театр на выпускной спектакль гитиса или какого-то другого вы ждете большого шедевр вы понимаете что это через пять лет здесь всегда нужно быть отдельный разный подход или вы делаете фестиваль любительских театров или любительских музыкальных это другая потребность другая задача если вы делаете сложный большой коммерческий проект с частными инвестициями с привлечения то там конечно критерий касса то есть окупился не окупился хотя бы выйти в ноль или там с десятипроцентной потери денег если вы делаете юсерский проект то честно конечно продюсера всегда мотивирует или его развитие это успех успех финансовый успех рекламный успех пиарный и так далее тому подобное а если встать на сторону инвестора государственного либо частного который вкладывает в культурную деятельность наравне с другими отраслями какие какие преимущества этот инвестор который вкладывает там в экономику ну возьмем частного инвестора который вкладывается недвижимости и он при этом при своей в свой жилой комплекс включает какой-то культурный проект если у него какие-то переменные которые позволят ему оценить экономическую эффективность включение этого культурного класса конечно во первых первое это атмосфера есть ну деньги ему срочно надо жить либо покупают как атмосферу люди уже покупают район люди покупают окружение поэтому любой тонкий правильно сделанный культурный продукт увеличивает стоимость недвижимости и создает атмосферу почему сейчас много разговоров на тему так называемой политики первых этажей 15 минутного города когда вы вокруг своего дома особенно сейчас во время самоизоляции вам рукой дотянуться до культурных различных объектов почему появилась дискуссия что вот старые советские дк которые до сих пор носят название дом культуры они все-таки должны стать общественными центрами такой если брать западный термин комьюнити центр где не должно быть только про культуру там должна быть возможность я не знаю подключиться к интернету выпить чашку кофе там могут быть вполне курсы кулинарные для людей старшего возраста могут быть это спортивные секции то есть это жизнь района и конечно я думаю что это как раз будет очень видоизменяться и то что вот когда строятся большие девелоперские проекты там очень много часто рассматривается всегда запрос на детский сад всегда запрос на кружковую работу давайте таким старым советским термином скажу это всегда частные инвесторы и частный бизнес на самом деле и всегда есть вопрос на какое-то пространство где можно проводить лекции и дни рождения то есть такие пространства трансформеры вот поэтому я думаю что вопрос такой будет с точки зрения государственного управления как оценить эффективность сложения в различного рода культурные креативные кластеры либо в объекты которые должны быть построены зачем городу условно говоря строить новый филармонический зал как оценить необходимость в этом зале для конкретного городского пространства ох как вы рубанули антон филармонический зал это всегда дорогое удовольствие это всегда высоко статусный проект это отдельная программа гастрольной деятельности это вопрос еще содержание симфонического оркестра это заявка целого города что мы чуть больше чем вы нас представляете то есть вот этот же концертный зал в парке зарядье ну наверное москва могла бы без него обойтись ничего бы сложного не случилось но это другой статус конечно ты должен увеличивать количество филармонические залы классическая музыка это все-таки такой элитарный вид искусства что если город об этом заявляет то это и работает давайте даже вспомним во многом не удачный а в плане наличие там курензиса оперный театр я извиняюсь и никого не хочу обидеть я очень люблю перми много бы было культурной повестки без этого хотя у них огромное количество культурного наследия но когда вдруг регион не самый близкий к москве наверное все таки тоже опять не хочу никого обидеть во многом провинциальный как говорят не самый крупный промышленный центр урала или зауралья имеет имеет оперный театр где есть уникальный оркестр есть уникальная балетная группа и начинает создавать некую культурную повестку заметил что она сразу может стать не только российской но и мировой но это вопрос амбиции местных властей потому что конечно же удовольствие это не из дешевых и поэтому здесь всегда здесь люди сразу по-другому себя начинают ощущать знаете есть такое понятие не мне вам говорить большим теоретиком культуры это эффект освещенной улицы я не помню где я это уже читал что есть такой миф может это легенда но она мне нравится что первая освещенная улица в Лондоне которая была она топилась с тепловым жиром а весь остальной город был конечно вообще даже без тротуаров в грязи и жители этой улицы потому что она конечно была самая дорогая они знали что будут деформировать будут деформировать столбы и менять на газовое освещение и когда пришли эти столбы деформировать люди которые не знали которые жили в самых трущобах они вышли защищать эту улицу потому что они говорили как вот мы знаем что мы живем в не самых лучших условиях но мы знаем что есть вот эффект улицы мы на нее смотрим это же так же как вот это я называю эффект большого театра эффект освещенной улицы какое количество людей в 150 миллионной стороне а то в 160 миллионной было в большом театре 300 тысяч человек в год 400 но любые интриги скандалы как он ремонтируется интересует всю страну поверьте мне и это и есть эффект освещенной улицы поэтому если власти зажигают такой проект то это конечно большая ответственность и честь и хвала этим людям я бы еще тогда здесь добавлял что классическое музыкальное образование вот на уровне консерватории или учебы у нас же за Уралом почти отсутствует я вообще считаю что может в каждом городе миллионники или есть где интерес местные власти совместно с федеральной поддержкой министерства финансовой я думаю что должны эту школу классического искусства развивать потому что если нет балетного училища в Перми которое во время Великой Отечественной войны было туда эвакуировано и там осталось то нет и театра то есть театр как здание есть но нету этой повестки ежегодно обновляющейся через театральный сезон поэтому конечно я бы развивал это потому что вопрос сколько людей после консерватории станут великими музыкантами или просто музыкантами пойдут работать по профессии одно но вопрос в том что воспитывая и поддерживая музыкальные школы эстетическое высокое образование вы создаете ту среду которая потом дает и зрителей и развивать то есть это знаете от массовости к рекордам как в Советском Союзе говорили надо больше людей образовывать учить заинтересовывать причем это не всегда это одну вещь я рассказал большую а другая вещь это именно дома культуры вот я взрослый человек куда мне можно прийти если у меня нету гигантского дохода я могу позволить себе ходить частному музыкальному почему я не могу прийти в дом культуры и за 50 уроков научиться играть какую-то легкую мелодию или сыграть на гитаре то есть я же не школьник я взрослый человек я хочу это для своего удовольствия поверьте мне что в государственном секторе такие предложения ну не ограничены но почти единичны здесь задача чтобы государство обратило внимание на нас с вами может вы тоже мечтаете петь или научиться рисовать это вопрос навыка это же тоже вопрос ментального здоровья вот так Андрей подходит да я немножечко спрошу про другом мне конечно всегда было интересно во первых мне довелось поработать в золотое время в парке искусств музеона и мы там очень активно развивали современное искусство мне было интересно как раз спросить про вам то как вы думаете не то что что важнее а что на ваш взгляд больше отвечает современности отвечает ли современности музей или школа или конкретного инфекционного искусства или консерватория или какой-то новый концертный зал или театр что вы думаете каким образом есть ли разница в их эффективности и по-разному ли она существует конечно больше что я вам скажу Андрей сейчас я подумаю как сформулировать она даже климатически ну если мы про Россию по-разному ценится ну вот мое глубокое убеждение что театр в России это такое зимнее удовольствие осенне-зимнее и театральный сезон начинается все ждут и погода плохая уже гулять то есть мы догуливаем еще летом вот у меня как раз была идея что закрытие всех театральных сезонов Москвы должны пройти если так можно сказать спектакли хиты то есть мы с ними попрощались это вот вся буржуазная дорогая публика сходила ну я про московские театры то есть сначала в ресторан потом в театр или сначала в театр потом в ресторан мы попрощались с этим сезоном со спектаклями Богомолова Серебренникова совсем вот они все то есть мы заложили интерес потому что это буржуазная публика тоже создает движуку и зачастую многие из них являются спонсорами различных проектов я здесь никого не хочу обижать потом я бы вел несколько так я видел западный опыт то что в Москву конечно приезжает большое количество туристов летом и сквозных и отдельных я бы позволил каким-то театрам может быть работать ну по их самому решению поставить какие-то спектакли чтобы они экономику оживляли и осенью и причем не обязательно в начале сентября возможно имел бы единый день открытия театрального сезона знаковыми новыми спектаклями то есть я бы это делал такую цикличность то что касается музеев то музеи конечно отлично работают и в круглогодичном цикле и у них все-таки есть большие акции как ночь в музее которая всегда имеет подстегивает интерес публики музеи еще живут все-таки в другой логике у них есть выставки свои гастрольные то есть музей всегда и музей все-таки часто очень знает свою публику он знает кому обращаться то есть такой тренд и в музеях всегда есть лидеры отрасли давайте так называть на которые люди много могут быть ориентированы и здесь конечно музей просто он может на большие группы работать школьники дети современное искусство классика уличная скульптура и многое-многое другое поэтому у музеев другая логика они еще всегда могут взять попечителей ну или искать попечителей либо музея либо отдельных культурных проектов музыка ну музыка это все-таки фестивали мы имеем в виду но фестивали у нас к сожалению короткое лето если делать open door хотя я считаю что конечно в москве не хватает открытого оперного фестиваля под открытым небом высококачественного и возможно может быть я не знаю где-то на ступеньках большого театра и не хватает жаза фестиваля я почему говорю про москву потому что здесь есть аудитория здесь не надо это намаливать и давайте тоже честно москва задает некий всегда культурный тренд со сталинских времен до сегодняшних поэтому этот культурный вернее столица раньше это был Санкт-Петербург хотя и сейчас он задает много культурных трендов не хватает оперного фестиваля и не хватает джазового фестиваля или я не знаю давайте музыкального фестиваля Андрей наверное в том числе хотел спросить есть ли какая-то когда ты выбираешь между проектами куда тебе лучше инвестировать с точки зрения города лучше в музей или лучше в концертный зал нет город так не делят коллеги город работает в отличной логике и это не моя луика она была и до меня у министра культуры города москвы даже замы распределены этот за театры этот за парки этот за музеи и выставочные залы поэтому город должен финансировать все вот и все здесь у меня здесь нет дискуссии все и даже современное искусство и даже наверное помогать частым кристам ездить на арбазель ездить в гонконг чтобы они тащили наших русских художников и представляли там потому что мы сначала знаем что современный художник сначала попадает на рынок призывает к себе интерес и двигают его зная современных художников всегда на самом деле либо их продюсеры либо галеристы а потом они попадают в музеи поэтому задача мне кажется и галеристов даже поддерживать это опять вопрос теоретически это вопрос денег бюджета города насколько я знаю сейчас уже существует такой проект департаментом департаментом предпринимательства я знаю как креативные индустрии галеристы попытались въехать в эту тему все еще и может быть это даже лучше потому что у департамента предпринимательства нет идеологической составляющей как у любого департамента культуры то есть чиновники не будут влезать какой контент везут галеристы за рубеж это любопытно насколько идеологические политические факторы влияют на экономику культуры в нашей стране конечно ну и не только в нашей стране мне кажется нет честное слово то есть образом вот я знаю французскую модель поддержки культуры и это мне она очень нравится я к сожалению не нашел то есть много у нас много таких так как мы многонациональная большая страна у нас много развилок а франция финансирует вот предположим театре большое количество только если пьесы написаны французскими писателями потому что они говорят мы не большая страна нас объединяет только язык мы плохо коммуницируем с другими странами из языка наша задача сохранить язык и образно они финансируют большое количество издательской деятельности современных писателей на чьи спектакли ставятся на чьи пьесы ставятся спектакли летом у них гастрольная деятельность их бывших зарубежных закианских провинций и так далее и тому подобное то есть у них есть такая основа на которой они строят свою культурную политику понимаете а германия которая хочет высокий музыкальный она требует от государственных театров 25 процентов спектаклей поставленных на современных музыкальном материале созданном в европе и это тоже очень важно понимаете я здесь не стесняюсь что у государства могут быть какие-то государственный заказ он должен быть не идеологический он должен быть стратегический понимаете ну и пока то что вы назвали это все-таки очень формальные отсечки язык либо процентное соотношение современного материала это не касается контента и в этом в общем наверное залог того что антон поэтому государство туда и не лезет поэтому ты объяснил людям правила игры это же правда то есть поймите это же все равно деньги очень важны для создания для художника для создания почему нельзя сказать что там я не знаю любой регион зависит от денег два спектакля в дни школьных каникул другое что-то предположим для людей старшего поколения можно заказать какой-то то есть это всегда конкуренция идей тоже большое количество у нас детских спектаклей большое количество спектаклей для подростков почти нет большое количество хороших детских спектаклей интересных они и вот это же всегда надо развивать мне кажется хорошо можете сказать как с вашей точки зрения эффективнее финансировать культурные проекты действительно ли вкладываться в большие филармонические залы и в большой театр либо лучше и эффективнее развивать какую-то сеть небольших проектов которые создают планктон на котором вырастают потом акулы что мое мнение большой театр филармонические залы это города миллионники которым такое нужно и они кстати это делают шаг за шагом или перепрошивая старое но им нужны привлекать новые идеи все что вы говорите про маленькие небольшие культурные проекты они нужны и миллионникам и городами то есть я так понимание движу должно быть непрерыв культурных событий от классики детства современного граффити музыки все то есть города должны чувствовать эту атмосферу это отношение между людьми вот я так упрощу вы наверное знаете больше меня описание этого термина но это отношение между людьми и вот эта атмосфера всегда создается людьми нестандартными а это есть конечно работники культуры кто-то хоть пусть на бочке стучит на набережные нижнего новгорода это если людям нравится они танцуют это уже хорошо вот эту атмосферу надо делать надо непохожесть надо интересных людей то есть даже екатеринбургская арт биеннале отличный проект люди качают это неравнодушные люди они что-то делают они же делают во многих городах то есть вот мы работаем с городом первоуральском но там вы понимаете просто два культурных центра не будем так они все создают культурный продукт больше за этот культурный продукт местные жители которые не самые богатые они платят они отводят своих детей они учат их в студиях мультипликации поэтому это я сторонник иметь календарь непрерывных культурных событий определить площадки где это можно как это можно потому что это же безграничные вещи это как вы говорите от арт-кластеров в бывших промышленных предприятиях так называемых ржавом поясе которых в регионах огромное количество заброшенных фабрик заводов которые кто-то купил обокротился под судами ну так из них же и можно создавать такие кластеры креативной индустрии карплей сажают туда каких-то дизайнеров ребят то есть я культуру шире смотрю понимаете то есть образом та же страна Китай которую сейчас наверное не очень приводить в пример она еду еду вот свою китайскую кухню они тоже считают культурным достоянием потому что и многие даже уже страны англосакс культуры в Великобритании они тоже считают что культура извините кулинария это креативная индустрия и часть культуры там появились поэтому термины новая английская кухня вот у нас есть новая московская кухня это то что касается когда вы каждый из нас вот троих из одного того же количества ингредиентов приготовят разные блюда а даже если нам дадут один и тот же рецепт вкусу этих блюд будет разным то есть вы любой повар приходящий который создает минимум сезоны он такой же творец как не хотелось бы никому обидеть но как и другие творцы я вот так скажу он тоже художник поэтому это все про это понимаете и здесь всегда надо это должен быть микс микс это общение это атмосфера города именно за этим мы идем в хорошие рестораны к шеф-поварам именно потому что это арт-объекты они просто мы идем за эмоции мы идем удивиться Андрей узнать что-то новое попробовать я все равно немножко буду наставить на своем мне всегда было интересно каким образом должен соблюдаться баланс между скажем так традицией современность каким образом этот баланс должен соблюдаться в театре каким образом он должен соблюдаться в культурных пространствах например когда даже опять же приведу к примеру Мосгорпарк все парки очень сильно пошли по пути современного искусства в этот момент и вот насколько это было правильно вообще как выгодные государства не перебарщивая современностью или наоборот традиция я я так понимаю что такое Мосгорпарк и как он работал и я помню как он дело в том что парки вдруг попали в определенное поколение и к современному искусству там был запрос и там уже был такой современный искусство которое не раздражало людей старшего поколения забавляло детей которые ходят в парки поэтому это современное искусство в парках это был запрос общества ну той публики которая туда пошла так как россия конечно носитель огромного склада в мировую культуру мы классику должны не только развивать но экспортировать и научиться ее это неправильное слово но я скажу я не найду другого синонима продавать и обществу и россиян и на международный уровень причем включая народные промыслы народные коллективы которые у нас уникальные там тоже с тех пропагандистских советских времен в курсе но я так что понимаю что каждое поколение россиян давайте или жителей россии советского союза оно все равно запоминается потомками нашими потомками тем культурным вкладом который они сделали культурного склада наших с вами ровесников наших с вами соседей друзей ну то есть общество и конечно это надо развивать и конечно нас с вами тоже будут оценивать к сожалению товарищи не только по двум вещам мне кажется по научной деятельности какой прорыв произошел то есть образно герой двадцатого века немилитаристический прошлого двадцатого века это юрий гагарин не только подвиг как он полетел а какая наука какая промышленность его вывела на околоземную орбиту дальше можно пересчитать огромный пласт культурных деятелей которые появились мы тоже должны помочь таким деятелям проявиться сейчас на российском и на мировом уровне то есть вклад в мировую копилку он тоже должен должен быть и поэтому надо поддерживать современных актуальных и так далее и тому подобное понимаете это я вообще считаю что наверное должна быть государственная программа я бы ее упростил вы знаете кто это государство должно выделять какие-то деньги покупать современных российских художников и возможно зарубежных то есть музеи большие такие фундаментальные как Ушкинский Третьяковка должны формировать коллекцию двадцать первого века у них же есть Третьяковка двадцатый век должна появиться коллекция двадцать первых но я все-таки верю в предпринимателей я верю в людей которые поддерживают усиленно и вы конечно же Андрей и Антон их знаете современное искусство я верю что те культурные институции которые они строят это тоже вклад в создание национальной коллекции двадцать первого века Российской Федерации я немножко вернусь к разговору все-таки в Шиле и Абане я раз за разом сталкиваюсь с презентациями которые создают институции допустим в той же самой Франции бесчитывая какое количество центов заработано на каждый евро вложенный в культуру в тот или иной фестиваль в ту или иную отрасль количество рабочих мест которые создает та или иная отрасль есть ли такая практика в российских культурных государственных нет но она появится она появится они постоянно говорят постоянно считают я тоже знаю театры на которых на вложенный государственный рубль и заработанных рубля я не знаю и Дом музыки и Гогольцентры я думаю что и МХАТ современник я не буду вас пугать цифрами сколько зарабатывает современник но конечно большой дорогой театр но в принципе они все успешные театры и финансово они имеют и спонсорскую поддержку и билетная программа работает сейчас этого не будет потому что должно все таки смениться поколение но в принципе это бы работало потому что для современных актуальных людей это же хорошая дискуссия с властью коллеги на ваши 100 рублей мы зарабатываем 300 и еще осчисливливаем я не буду естественно с такое количество людей это просто сейчас такая дискуссия невозможна это слушайте я мне кажется у нас ничего не изменилось у нас средний возраст руководителя учреждения культуры за 50 лет вы не поверите это был мой следующий вопрос про лидерство в институциях культуры что необходимо сделать с точки зрения государственного управления для того чтобы эта смена поколений случилась и чтобы в культуру пришли управлять и создавать культурные проекты люди которые умеют деньги считать и которые осчисливать умеют одновременно ну сейчас я попробую сформулировать люди которые сейчас управляют культурой это опять независимости от возраста те кто актуальны те кто чувствуют аудиторию публику рынок тот контекст в котором мы живем они остаются актуальными я не могу сказать что ушедшая от нас Галина Борисовна Волочек была не актуальна так она и нашла и директор который разбирался и это все работало они создавали культурный продукт у них была своя и остаются и так далее и тому подобное но вот я пытался при всех своих возможностях большое количество молодых современных людей затащить на какую-то работу некоторых это удалось у некоторых это еще непонятно как закончится я вот так скажу мягко их авантюра в культурах если убрать большое количество административных препонов которые вы лучше меня знаете 44 фсз закупки то есть современного человека который не вырос знаете вот в этой системе я все-таки заканчивал академию госслужбы еще еще меня многие вещи не пугают понимаете то есть я понимаю как это это невозможно человека туда то есть через год просто окажется либо банкротом либо на скамье подсудимых либо у трудовой инспекции либо под жалобой прокуратуры то есть надо чуть дать административного воздуха директорам и руководителям этих учреждений понимаете там ну я не знаю ну вы не понимаете какое количество справок любой руководитель культурного учреждения должен писать от количества заразившихся туберкулезом слава богу там не сильно в течение месяца это надо в санэпидемстанцию или куда-то до количества уволенных поменявших это в трудовую инспекцию и вот дальше я начну вам рассказывать буфет это Роспотребнадзор и вот пожарные борьба с осульками ты же находишься в городе ты же еще за помещение отвечаешь ну еще дальше понятно свет лопнувшую то есть это бесконечное количество бумаг товарищей это то есть адекватного еще человек который хочет реализовывать что-то делать ты не заманишь в учреждение государственной культуры первым лицом то есть всегда пойдут под зонтик чей-то одновременно я понимаю что о смене поколения о новом лидерстве все равно необходимо думать наш один из наших проектов последний заключался в том что мы пытались проверить орг структуры театров и я вам должен сказать что процент руководителей театров которые считают орг структуру инструментом управления но он стремится к нулю я вам должен сказать то есть владеют технологиями менеджерскими и именно об этом идет речь о том каким образом привить культуру управления какой-то аппарат инструментарий который бы позволил выживать институциям культуры в современных условиях когда не только на государственные деньги можно рассчитывать но и нужно зарабатывать да но здесь как раз должны очень важные принципы обсуждать их надо прописывать инструкциями круглыми столами обсуждения то есть деньги зарабатывать а по закону это звучит внебюджетный доход что можно на театр пожертвовать деньги нет это государственные учреждения поэтому около всех театров есть какие-то фон помощь с переменем сделайте прозрачным можно пожертвовать была такая дискуссия что можно деньги которые жертвует большая корпорация и они хотели только в государственный театр можно списывать не платить хотя бы другие налоги но это исписывать на себе стоимость как рекламные бюджеты этого же даже пока нет это первая задача вторая задача здесь должна быть четкая договоренность честно я же сам этим когда-то пользуюсь когда вы приходите такой счастливый что вы заработали 100 миллионов рублей а я вам говорю а я вам больше государственных денег ты не дам ты не бюджет ты возьми понимаете и это такая сложная вещь я предположим бы видел что ну это правда про москву я бы попытался добиться какой то если с местными властями культурные ипотеки для работников культуры вы понимаете да потому что половина работы с работниками ну культуры которые приходят они всегда просят у города какие-то квартиры преференции их конечно на всех не хватит но если все таки большие отрасли включая там смежные нам офисы отрасли как телевидение какие то они решили этот вопрос у них всегда есть для сотрудников какая то льготная ипотека и больше того если ты продаешься извините опять за это слово каким то отдельным пулом то может какому то большому государственному банку это будет выгодно и в рекламных целях взять ну то есть во первых же не все сотрудники театров хотят брать на себя ипотеку или у них сложные условия личные то есть это здесь надо другой разговор начинать но здесь всегда должна быть поддержка государства в лице департамента культуры и поймите давайте тоже честно ведь во многих регионах руководители каких то больших культурных институций ну то что я знаю по миллионникам так они люди намного больше и глобальнее министры регионального культуры он в принципе какой то унылый бюрокат которого оценивать как он день города проведет там я не знаю и масленицу и еще что-нибудь такое массовые гуляния а руководители я не знаю театра в любом регионе это все-таки человек фундаментально образованный знающий свое поколение знающий что в каких местах происходит выезжающий либо на гастроли либо сам интересующий только это все-таки такой большой интеллектуал и вот как то здесь должна быть отдельная грань их взаимоотношения то есть это я думаю что все-таки общение таких людей надо выводить либо на губернатора либо на вице то есть это должна быть дискуссия другого уровня а не такого дайте нам 8 миллионов рублей денег вот такая хотел я вам рассказать свой скелет у меня нет вопрос спасибо большое Сергей Александрович спасибо вам и спасибо большое это было ужасно важно интересно спасибо вам спасибо и до встречи до свидания до свидания спасибо спасибо пока до свидания